Программа «Кругозор» и я ее ведущая Виктория Муратова. Здравствуйте! Режим самоизоляции для жителей Подмосковья старше 65 лет, а также лиц с рядом хронических заболеваний продлен до 29 ноября. В связи с этим с 11 по 29 ноября у указанных категорий граждан будут заблокированы соцкарты жителям Московской области. Также в Московской области со следующей недели колледжи будут обучать студентов в дистанционном режиме. Эти меры позволят обеспечить дополнительную безопасность в условиях рекордного числа выявленных случаев заболевания COVID-19. По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина во всех субъектах нашей страны создаются Центры управления регионом. Эти организации призваны обеспечить межведомственное и межуровневое взаимодействие органов власти для максимально оперативного решения проблем, возникающих у граждан. На днях Егоревские депутаты посетили ЦУР нашего городского округа. Внимание на экран! Центр управления регионом – это штаб, где быстро и качественно решаются самые злободневные вопросы. Начинают порядка на дороге и уборки мусора, до записи детей в школу или даже перегоревшей лампочки в подъезде. Сюда стекаются все жалобы с портала Добродел. Например, за 9 месяцев у нас поступило 4,5 тысячи обращений. В основном это жалобы касаются дорог, благоустройства, контейнерных площадок, конкретно обустройства контейнерных площадок. Также мы, конечно, наблюдали небольшой прирост по жалобам на ненадлежащее содержание контейнерных площадок, потому что в период пандемии, как все знаем, в Подмосковье съезжаются многие москвичи, дачники. Соответственно, некоторые проблемы возникали, но они опять же решались в течение суток-трех. По сути, Центр управления регионом – это круглосуточная и бесперебойная связь между жителями и властью. Все сотрудники работают на то, чтобы эту связь обеспечить. Представим логистический центр, куда приезжают сотни машин с разными товарами. Их сортируют, распределяют и дальше курьеры развозят позиции по заказчикам. ЦУР работает по той же системе. Вместо товаров – жалобы жителей. Вместо машин – каналы связи от добродела до соцсетей и горячей линии губернатора. Вместо курьеров – сотрудники блоков ЦУРа. Жалобы делят по направлениям, будь то медицина или благоустройство, образование или ЖКХ. И доводят до исполнителя. Что касается вообще работы муниципального центра управления регионом, вот сейчас, как его создали, да, и в прошлом году, когда его еще не было, мы также видим большую эффективность, то есть положительную реакцию от жителей и по поступлению жалоб, по качеству отработки, то есть большая динамика, положительную сторону, она присутствует. Простой пример работы по замене перегоревшей лампочки в подъезде выглядит так – жалобы в ЦУР, блок ЖКХ, обращение в муниципалитет, связь с управляющей компанией, задание электрику. Через два часа в подъезде новая лампочка. Если будет добродел, мы получаем больше негатива с области, например, а если будет чат, и здесь будем рассматривать эти вопросы, вы будете сами рассматривать уже без жалоб в область, это же будет лучше, и для вас лучше будет, и для города. Мы сейчас ведем работу над этим, но опять же не только жалобы поступают, еще очень много поступают предложений по благоустройству общественных территорий. Вы получат благоустройства? Да, да. Ну, это как бы не всегда негатив, это очень хорошая активная позиция жителя, и она имеет место быть. Позиция жителей, она фиксируется как-то, хранится какое-то время, или вы вот выслушали телефонный разговор, и все, и он больше нигде никогда не появится? Нет, естественно, какие-то операционные проблемы, они решаются, но существуют и глобальные, которые требуют капиталовложения, они идут на будущее, на рассмотрение, то есть все запросы абсолютно анализируются, и уже выстраивается приоритет. Так что в Центре управления регионом занимаются обращениями граждан, каждому уделяется внимание. Сотрудники контролируют процесс от А до Я, причем результат решения проблемы, то есть та самая Я, должен быть наглядным и подтвержденным, будь то фото отремонтированной дороги или замены перегоревшей лампочки. Жители Подмосковья стали меньше жаловаться в соцсетях на проблемы ЖКХ, однако выросло число жалоб на медицину и экологию. В частности, число обращений по поводу навалов мусора выросло вдвое. С помощью фотоловушек в Подмосковье будут вести борьбу с нарушительными правил обращения с твердыми коммунальными отходами. Волонтером может стать каждый, вне зависимости от возраста, вероисповедания и политических взглядов. Добровольцы вносят невероятный вклад в развитие всех сфер нашего общества. Особую роль играет их помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Просьбы у всех разные. Кому-то необходима доставка продуктов и лекарств, ну а кто-то просит помощи в наведении порядка на придомовой территории. Совместно с депутатами волонтеры нашего округа убрали опавшую листву и мусор вокруг дома одного из егоревцев, ветеранов Великой Отечественной войны. Подробности в нашем сюжете. В Егоревске возобновилась активная работа волонтерского движения. Они не закрывались, но просто активную работу возобновили и существует постоянный обзвон ветеранов, особенно войны. И какие-то проблемы, которые у них есть, они в этот волонтерский штаб передают. Волонтерский штаб, соответственно, передает совет депутатов, передает молодой гвардии. По необходимости формируется какое-то ответное действие, какие-то происходят. Либо вот приходят ребята, убираются, либо продукты приносят, либо лекарства приносят. Вот завтра у нас поедут депутаты памперсы повезут. Ну, все бывает, всякое нужно людям на сегодняшний день. Пандемия, коронавирус, да и возраст. Волонтеры и депутаты навели порядок на придомовой территории. Убрали опавшую листву, мусор, подмели участок около дома. Я поблагодарить вас хотел. Пришли, делали, помогаете. Ну, как говорится, сильный слабому помогает. Ну, вот вы как сильные. А я немножко, знаешь, на три ноги перешел. Немножко слабее. За то, что помогаете, большое вам спасибо. Все можно сказать. А вот какую мудрость вы свою жизненную хотели бы, вот, ребятам, вот, так сказать, вот, вот, сказать, ребят, вот, я прожил практически всю свою жизнь, да, прошел через самое страшное, через войну. Вот, что нужно ценить в этой жизни? Ценить надо верную дружбу, прежде всего. Уж если кто дружит, так дружить надо на полную уж, чтобы он на тебя, как на каменную гору надеялся. И ты на него так же надеялся. Взаимная это, взаимная помощь и взаимное уважение друг к другу. Вот. Дружбу, вообще дружбу, ее надо с собой беречь. Это хорошая, чистая дружба, это непростое дело. Это, так сказать, у кого хорошие друзья есть, это счастливый человек. Волонтерская акция взаимопомощи «Мы вместе» направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Во всех регионах России работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами. Уважаемые егорецы, ситуация в нашей стране, в мире, да и в Подмосковье не становится лучше. Коронавирус расширяет свои границы, заболевания количества увеличиваются. Поэтому обращаюсь к вам с большой просьбой проявить свою гражданскую активность. Носите маски. Если вы не боитесь заразиться сами, то вы можете заразить своих родственников, своих друзей, детей. Это все-таки опасно. Но если вдруг вы заразились, вдруг что-то случилось у вас, какие-то трудные обстоятельства, у нас есть волонтерский штаб. Наши волонтеры всегда готовы вам помочь. Обращайтесь туда, звоните по этому телефону, берегите себя, берегите своих близких. Здоровья вам, счастья. В ходе акции «Безопасность на железной дороге», направленной на снижение уровня непроизводственного травматизма, волонтеры Ассоциации «Желдор Транс» раздали и расклеили более 1 тысячи листовок. Особое внимание уделялось местам, где запрещен переход через железную дорогу, а также объектам пассажирской инфраструктуры. Волонтеры также провели разъяснительные беседы пассажирам с детьми в салонах электропоездов. В ходе беседы раздавались тематические буклеты и светоотражающие стикеры. Рубрика по городам. В прошлом выпуске «Кругозора» мы начали рассказывать вам о невероятном Севастополе, о его загадочных улочках и исторических достопримечательностях. Сегодня мы продолжим знакомить вас с этим величественным городом на полуострове Крым. Слушай, ну у нас уже с тобой традиционная встреча вечером, вечерний Севастополь. Где мы находимся? Я вижу очень красивую улицу. Это одна из главных улиц Севастополя. Всегда в городе бывает одна какая-нибудь главная улица, но Севастополь имеет несколько главных улиц. Это одна из главных, Большая морская. Есть еще улица Ленина и Нахимовский проспект. Но Большая морская – это, наверное, самая красивая улица Севастополя. Но город, когда был основан, сначала была военная крепость, в 1830-е город начинает отстраиваться, и Большая морская застраивается красивыми особняками. То есть с двух сторон такие красивые особняки. Долго, к сожалению, все особняки не простояли, потому что Крымская война, Первая оборона, город довольно сильно разрушен. И здесь по Большой морской либо частично дома были разрушены, либо сильно от них такие печные трубы только остались. Где-то совсем и даже печных труб не осталось. Строили бараки на этом месте. Дело в том, что город примерно лет 20 был вот в таком разваленном виде. После Крымской войны было подписано мирное соглашение, в котором, во-первых, было запрещено держать военный флот здесь, в Севастополе, а во-вторых, торговым судам приходить в порт Севастополя. А если торговые суда не приходят, железной дороги тогда еще не было. Городу не может заработать денег никак. Денег нет, отстроиться мы не можем. В результате, вот лет примерно 20, развалинки. Тут даже когда приезжал спустя 12 лет после Крымской войны, случайно заскочил в Севастополь, Марк Твен. Он был как журналист, у них турне было из Америки, из Нового Света, в Старый Свет. Они не собирались заезжать в Севастополь, шли в Стамбул пароход, но нужно было догрузиться углем, зашли в Севастополь. Вот он погулял, он говорит, город красивый, но как же больно видеть, что он в развалинах настолько спустя, вот столько лет после окончания войны. То есть это уже спустя 20 лет? Ну, 12 лет, 1867 год, это вот если так точнее. У него в книжке про стаки за границей есть как раз глава про Севастополь. Думаю, что там чуть-чуть он статейками отправлял, потом это все в книжку собрали. Но спустя 20 лет, во-первых, появилась железная дорога, дотянули от Симферополя до Севастополя ее, но, во-вторых, появилось уже, отменилось соглашение, русско-турецкая война очередная, торговля пошла, город отстраивается заново. И улица становится тоже такой красивой, красивое здание. Внизу в зданиях дорогие магазины, дорогие рестораны. Появляется, когда брусчатку начинают класть по улицам города, первая брусчатка на Большой Морской. Меняют газовое освещение на электрическое, первая тоже на улице Большой Морской. Подсвечивают витрины магазинов. И вот она такая красивая, нарядная, пешенебельная улица была. Такой она была, в общем-то, до Великой Отечественной. Снова все разрушается целиком. И когда начали отстраивать уже город после войны, то, во-первых, это примерно лет за пять центр был отстроен, а здесь улицу строили как единый архитектурный ансамбль. Вот от площади Лазарева до площади Ушакова. Здесь несколько принципов. Во-первых, все дома, они стоят фасадами, смотрят на улицу. Никто не стоит боком. Каждый домик построен по индивидуальному проекту. Двух одинаковых на всей улице Большой Морской не увидеть. Плюс использовались два таких метода постройки. Во-первых, это метод парадных двориков. Это метод еще 19 века. Вот, например, у нас парадный дворик. Он смотрит на улицу. Домик, который там, тоже утопленный, тоже фасадом. И второй метод, это метод террасной застройки. Некоторые дома здесь на улице, они стоят на возвышении небольшом и на удалении от дороги. Вот здесь у нас как раз это кинотеатр Победы, 60-е годы. Кинотеатр, кстати, рабочий. Он работает, на нем еще написано «Кинотеатр через дефис», потому что в 60-е годы так писали. Да, были правила, да. Вот. И так вот улицу отстроили всю. И в конце 50-х Большая Морская приняла участие в конкурсе на самую красивую улицу во всем Советском Союзе. Ты угадай, победила? Конечно. Ну и вот сейчас она тоже такая красивая. Ее отреконструировали. И вот будочки как раз телефонные по всей улице они встречаются. Были старые. В них можно было позвонить на городские номера бесплатно. Сейчас точно так же это можно сделать. Но старые будки убрали, сделали новые. И что здесь интересного, вот, если подойти посмотреть, во-первых, Wi-Fi здесь. Во-вторых, можно подзарядить телефон. И тревожная кнопка, вызвать полицию в случае чего. У вас. Вот так вот. Это здорово. По последнему снова техника. Конечно. И до сих пор можно звонить на городские бесплатно? Да. И еще на номера такой Севмобайл. Это оператор, конечно, не самый популярный в принципе. Но на него тоже можно позвонить бесплатно. Это как-то местная сеть. Да. И экстренные номера, естественно, ты тоже можешь вызвать бесплатно. Вот такая вот улица. У нас славится балкончиками всяческими. А вот смотри. И это как раз-таки террасная застройка. Террасная застройка. Террасная застройка, да? Да. На удалении, на возвышении. Но не всегда на таком прям большом возвышении. Иногда возвышение небольшое. Но опять-таки удалено от дороги. А какие дома остались с тех пор? Вот самая-самая первая застройка? Самой первой застройки здесь в принципе не осталось. Все было снесено. То есть это до Крымской войны ничего не осталось. После Крымской войны здесь есть по всей улице где-то пять зданий. Рубеж 19-го, начало 20-го века и начало 20-го века. Пять зданий сохранились всего. А остальное? Остальное это уже 50-е годы. 49-е, 54-е постройки. Сталинский ампер так называемый. Но центр он не высокий. Не больше там трех-четырех этажей. Потолки, естественно, высокие в этих домах. Но из-за того, что сохранились дома все-таки 19-го века, начало 20-го, решено было центр делать небольшим. Слушай, еще заметила, что все здания, они примерно в одной цветовой гамме. Это как-то специально делается? Нет, это облицовка местный инкерманский камень. Он светло-серый. Сейчас, конечно, на зданиях не всегда видно, что он бежевый. Потому что грязненький немножко. А так Севастополь же называли белым городом, потому что инкерманский камень светло-серый. Яркое солнце кажется белым. Это еще очень здорово. Скажи, пожалуйста, если бы ты рекомендовала топ-3, скажем так, мест Севастополя, например, есть человек, турист, у которого есть очень мало времени, он хотел бы познакомиться с этим городом, эта улица вошла бы в топ-3? Да, безусловно. Это улица, Матросский бульвар и, естественно, Графская пристань с набережной должны быть. Тут, конечно, можно потом перечислять городской холм, площадь Ушакова, Херсонес, Фиолент-Балаклава. Тут много всего. И обычно одного дня очень-очень мало. Можно и неделю найдешь, чем заняться и что посмотреть. В эту субботу в 20.00 на телеканале ТВ Мост очередной выпуск от первого лица. Продолжение интервью Ольги Бирюковой и Михаила Лаврова. В 20.40 спортивная программа «Пульс». В этом выпуске вас ждет страйкбол, военно-тактическая игра, в которой используется оружие, похожее на настоящее. Мы расскажем вам о страйкбольном клубе в нашем городе. Также вас ждет сюжет про деятельность футбольного клуба «Вити» с деревни Селиваниха, о том, как учат юных футболистов, и турнир воспитанников шахматно-шашечного клуба против посетителей кофейни «Мус». Самое интересное спортивное событие только в программе «Пульс». Ну а наш выпуск подошел к концу. С вами была программа «Кругозор». Увидимся ровно через неделю в 21.00 на телеканале ТВ Мост. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!